Всем привет! С вами Ярослава и сегодня мы на нашем канале Вианэй поговорим о такой часто используемой в жизни фиалковода вещи, как теплички. Что это такое, какую посуду можно использовать в качестве тепличек и так далее. Итак, когда нам может понадобиться тепличка? Очень часто бывает так, что мы хотим размножить какую-то фиалку и для этого мы сажаем листовой черенок, либо мы срезаем верхушку фиалки и ее нужно укоренять. И для того, чтобы либо листовой черенок, либо верхушка фиалки хорошо укоренялись, им нужно создать парниковые условия, то есть поместить их в такую емкость, которая хорошо закрывается и хорошо пропускает цвет. Для этой цели нам отлично подойдут любые пищевые прозрачные пластиковые боксы, которые хорошо закрываются. Например, я вам покажу свою тепличку, которую я использую, такую большую. Вот видите, у меня есть такие ручки. Вот я их снимаю, снимаю крышку и вот вы видите мои растения. Здесь получается, я сюда впихнула 4 стаканчика, как раз хорошо помещаются, в которых растут фиалочные листья. А здесь вы можете увидеть, вот я срезала верхушки мини-сининги и они вначале немножко вот так опускают листья. Вот видите, когда они теряют тургор, вам может показаться, что растение увяло, оно умирает, но это далеко не так. Через некоторое время, где-то полторы-две недели, когда у растения появляются корешки, вот как у этого растения, видите, листики набирают тургор и оно уже чувствует себя хорошо и выглядит жизнерадостно. Так что со временем в тепличке все растения будут выглядеть вот так хорошо. И те, которые теряют тургор, если вы их не переливаете, если вы их хорошо увлажняете, но не обильно, то они будут в тепличке себя чувствовать хорошо. Если же вы привыкли хорошо поливать растения, то умерьте свои аппетиты, потому что в тепличке, если вы чересчур польете ваши черенки, они сгниют просто, потому что эффект проника, воздух не попадает получается, тепличка не проветривается и растения сгнивают. Поэтому часто у многих фиалководов возникает такая антипатия к тепличкам. Говорят, нет, у меня в тепличке гниют листики, я не могу, это не для меня, это не мой метод. Но если вы просто будете хорошо и внимательно наблюдать к тому, как ведут себя ваши растения в тепличке, то вы легко заметите тот момент, когда на поверхности собирается конденсат. Как только вы увидите, что запотела крышка вашей теплички, вы можете смело снимать крышку, проветривать несколько часов и заново закрывать. И так получается до тех пор, пока вы не увидите, что у ваших растений уже появились корешки. Обычно вот за полторы-две недели любой черенок укореняется, и особенно если вы сажаете их в одноразовые пластиковые стаканчики, то вы это сможете легко наблюдать. Вот такая у меня большая была тепличка, как была она и есть, конечно, из тех, что я вам показывала. Вот она у меня на 9,5 литров. И сюда я помещаю те растения, которые занимают много места, которые и высоту и ширину крупноватые, крупномеры. Либо много листиков. Когда большая партия листиков, когда я сажаю, то я использую большую тепличку. Если же растений немного, тех, которые вы хотите укоренить, то можно использовать теплички поменьше. Вот, допустим, такой вот тоже пищевой бокс с прозрачными стенками, плотно закрывающейся крышкой. Где-то я насыпала земли, посадила листики, и они у меня там укореняются и дают деток. Когда уже детки подрастают, то я их буду отсаживать. Ну, когда листики уже начнут прорастать, когда там уже будут проклевываться детки, то крышку можно будет полностью снять и ставить просто на хорошо освещенное место тепличку. В таком виде уже ждать, когда подрастут детки. Бывает так, что вам нужно укоренить 1-2 листика. Либо посеять что-то мелкое, либо укоренить одну верхушку. То есть большую емкость использовать нецелесообразно. Вы можете взять для этой цели любую маленькую прозрачную емкость, которая хорошо закрывается. Вот, допустим, я уже показывала в одном из видео. Мне нужно было посеять семена микросеменгий. Вот, смотрите. Видите, вот маленькие такие зеленые росточки. Не знаю, хорошо или не очень видно, но... Вот я их выселила в такую маленькую прозрачную емкость, которая вот закрывается крышкой. И в таком виде они у меня тоже вот растут, как парнички. Здесь, если присмотреться, видно, что на крышке собрался уже конденсат. Эту тепличку пора проветривать. Вот, а на стенках, можете увидеть, вот на стенках уже такие капельки конденсата виднеются. Вот, то есть эту тепличку... Я сейчас с нее сниму крышку просто, и она у меня где-то час-полтора точно может так постоять. А затем я ее просто закрою, и дальше поставлю в хорошо освещенное место. Еще можно использовать в качестве теплички обычные одноразовые бутербродные пакетики. И одноразовые стаканчики. Вот такая нехитрая конструкция получается. Вот, допустим, я укореняла черенок колумней. Я просто посадила черенок в одноразовый стаканчик, насыпала вот в землесмеси. Воткнула туда черенок. Земля была немножко увлажнена, но не очень. Я сверху накрыла этот стаканчик пакетиком бутербродным. Вот, и вставила всю эту систему вот в еще один такой стаканчик. Зафиксировала получается. Таким образом у меня получилась такая импровизированная мини-тепличка для одного растения. То есть если у вас нужно размножить одно-два растения, вы смело можете пользоваться таким методом. Еще есть такой эконом вариант. Если у вас нет под рукой таких прозрачных пластиковых емкостей, вы можете просто посадить растения в одноразовый стаканчик. Посадили, взяли обычный одноразовый прозрачный такой пакетик. Поставили стаканчик к растениям внутрь и завязали. Вот у вас получилась мини-тепличка для одного растения. В таком виде вы тоже можете оставить такую тепличку на полторы-две недели. Просто под лампами в хорошем освещенном месте. И смотреть, не запотеют ли стеночки вот этого пакетика. Если забирается конденсат, точно так же развязали, проветрили и завязали назад. Ну вот, в принципе, о тепличках в двух словах я вам рассказала, чтобы вы знали, что это такое. Внизу в комментариях под видео вы можете написать, пользуетесь ли вы тепличками вообще, помогают ли они вам в фиалководстве, любите ли вы этот метод или вообще ими не пользуетесь. Мне будет интересно. Я пользуюсь активно, мне это очень нравится. Вот поэтому интересно еще и ваше мнение. Раз уж мы заговорили о пластиковых емкостях, я хочу еще рассказать немножечко о тех пластиковых помощниках, которые помогают мне в фиалководстве. что я использую еще в своих фиалочных буднях. Вот, допустим, покажу вам вот такие одноразовые зип-пакетики маленькие. В них удобно помещать листики. И когда у меня заказывают листики, девочки, по почте, я их просто обворачиваю ваткой. Ну, вы могли видеть на моих видео, я показываю. Вот. И запаковываю вот такие одноразовые зип-пакетики. Для фиалочек, которые побольше размером, покрупнее, Я использую вот такие дип-пакетики чуть побольше, вот такого размера. Так, если нужно упаковывать растения для отправки по посте, то еще мне очень сильно помогают вот такие бутербродные пакетики. Эти размером поменьше, а эти размером побольше. Те, которые поменьше, я беру, допустим, стаканчик, вот, и тут либо детка фиалочная, либо черенок, когда я уже выращиваю там ваткой пакетиком сверху, то маленьким бутербродным пакетиком я все это дело одеваю и вот так вот закручиваю, приклеиваю скотчем. Эта вся конструкция хорошо держится, чтобы она в дороге не развалилась. Вот, пакетики, которые чуть побольше, ну, в принципе, они используются у меня для того, чтобы по краю стаканчика потом уплотнить и зафиксировать спонжик, ватный спонжик, которым я обворачиваю растение, которое живет в стаканчике. Вот, вот сверху я прокладываю такой свернутый, скомканный бутербродный пакетик и уже потом одеваю такой маленький пакетик и фиксирую все это дело скотчем. Вот, это тоже мои такие пластиковые помощники. И еще я использую вот такие одноразовые стаканчики. Они очень удобны для того, чтобы сажать в них как листовые черенки, так и деток-фиалочек. Очень удобны для миниатюр. Я, конечно, оговорюсь, я их использую для миниатюр. Для стандартных сортов их можно использовать в качестве тары для размножения листовых черенков. Но, конечно, в взрослую фиалочку вы такой стаканчик не посадите. А вот миниатюры вы можете смело сажать как листики для размножения, так и уже взрослые розетки. Они отлично растут. И вы можете наблюдать, как прорастают корешки через эти стенки прозрачные. Это замечательно видно. Для взрослых фиалочек я уже использую горшочки. Пластиковые горшочки фирмы Теку. Но это уже для тех растений, которые постарше. А для листовых черенков и для деток вот эти стаканчики идеально подходят. Вот, наверное, это все, что сегодня мне хотелось вам показать. Просто такие основные мелочи, которые должны быть в арсенале у фиалковода. И лично мне они очень помогают. Если у вас будет время и настроение, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Что используете в своем опыте вы. И что помогает вам вот из таких вот пластиковых мелочей. Мне будет очень приятно. До встречи в новых видео. На сегодня все. Пока-пока. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк, мне будет приятно. А если у вас остались вопросы, вы можете написать их в комментариях под видео. Или задать их в любой из моих групп ВКонтакте, в Одноклассниках, на Фейсбуке, на Твиттере. Или написать на моем сайте www.vioname.com Спасибо за просмотр. Пока-пока.